Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли-ли Недавно, опять-таки, я говорила со своим испытуемым мужем Он бедный, ему больше всех достается На тему генетики И привела пример вот нашей работы Успешной работы с генетическим заболеванием Тоже пока не буду об этом рассказывать Потом выйдет фильм, будет понятно. И он очень жесткий материалист. Я говорю, вот смотри, вот ДНК человека. Вот в ДНК человека есть кусок ДНК нечеловека. Мы не можем сказать, чей это кусок, но это кусок нечеловека. И этот кусок дает вот это заболевание генетическое. Убираешь вот этот кусок, человек поправляется. Но мы же не потрошим тело, мы не ходим к врачу, мы каждую клетку ДНК не потрошим. Нет. Мы меняем в психике, и психика разносит по телу, и тело поправляется. И тогда вопрос. Вот те техники, которыми мы пользовались, мы брали где-то с уровня 5000 лет назад. Значит, до этого с физическим телом человека проводились генетические эксперименты. Которые в дальнейшем и явились под основой данного генетического заболевания. Но если следовать теории Дарвина, то человек произошел от обезьяны. И генетические эксперименты проводиться не могли. Может, мы чего-то не знаем? Наверное, да. Ну, ты-то сама сидишь, это ДНК. Вот знаешь. Я на самом деле, пока ты сейчас говорила, мне кое-какая информация пришла. Ну, я и не буду говорить. Да, это вот насчет сегодняшнего погружения вдруг или так. А, оно будет распаковываться. Там очень много интересного. Просто невероятно. Во-первых, и неожиданно было. Во-вторых, я же даже не осознавала, что я достаю, да? А только по твоей речи, что ты понимала. Только так, да? А сначала, мне даже мешает, когда ты говоришь, ты понимаешь, о чем? Вот я сразу так молчу, пока молчи. Я лучше буду доставать, 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 а потом объясню. Ну, а потом уже над этим поразмышляю. Ну, сегодняшний пласт офигенный. А, вообще. Он как раз-таки такой пласт, что я бы сказала, знаешь, что о чем это? О целостности. Только не о той, которой мы все время говорили, а о другой. На другом уровне. И даже теперь меня, я же говорю, вдруг понимание кое-какие пришли. И надо будет нам с тобой это. Поверить. Ой, какое у нас поле для экспериментов. Интересно, да? Ага, как интересно. Как интересно жить вообще. Когда у тебя есть интерес, и этот интерес идет вот от души, да? Какая жизнь интересная. И это действительно, и кажется, столько всего впереди, и это кайф. Впереди кайф. Вот такое, у меня вот такое состояние. На самом деле. И тогда, вот между прочим, тогда ничего не надо. Ты даже не будешь, зачем? То есть завесонов вот таких нет, когда ты не знаешь, чем заняться, да? А у тебя кайф сплошной от жизни, кайф. Какое не знаешь, чем заняться? У меня постоянно лежит список, и ручка пишет об этом, об этом, об этом, об этом, об этом, об этом. И все интересно. И потом половину сделала так. Ирка, через два часа давай еще грузанемся, давай еще грузанемся, давай еще грузанемся. Потому что ты не успеваешь вот все это поднять, перепотрошить. А еще дети, а еще взрослые, а еще заявки. Вот даже сейчас немножко сделали себе перерыв для того, чтобы... Я, например, уже нуждалась в заземлении, да, на Новый год. Да, уже. Потому что уже чувствовала, что все, Альфа-Центавра наступает. А сейчас вот прошло несколько дней, да. Я не могу сказать, что мы не работаем, да. Мы работаем. Просто каждый день работаем, но мы просто... И даже погружение ведем, и даже курс закончили как-то. Мы не работаем. Мы не работаем. Просто мы сняли с себя нагрузку заявок вот этих, которые надо было отрабатывать регулярно. Вот, пока их на следующий год отложили. И вот, наверное, благодаря этому наступило такое умиротворение, и полезли по интересам. И оказалось, что по интересам это вообще просто капец как интересно. И это тут же проверяешь же. Вот всю информацию сразу проверяешь. Можно из этого извлечь что-то полезное или нельзя. У меня единственное иногда возникает внутри. Знаешь что, это даже не запрос там на какую-то работу, на какое-то сотрудничество, да. Ни в коем разе. Я четко осознаю, что нам будет очень тяжело взаимодействовать с людьми науки, если мы не изменим наши подходы. То есть на сегодняшний день мы вообще антинаучные типы, даже учитывая то, что мы обучаемся в приличном ВУЗе. И общаемся с приличными людьми в плане науки, да. Вот. Но мы неуправляемые. То есть люди науки – это люди системы. У них структурированное мышление, аналитическая обработка, привязка к чьим-то материалам. Вот мы смеемся насчет того, что это китайский подход в психологии, когда все намешало, намешало, намешало и что-то родило новое, да. А на самом деле на этом построена наука. Это так в каждой отрасли науки, да, в области. А вот именно вот это твой улет в озарении и то, что ты притянул что-то новое, вот как инфодайинг, он сейчас не приземлен, да. Куда приземлиться, там и будет. И поэтому вот его и пытаются ловить, там кто-то из религиозных деятелей пытается ловить, кто-то из структур определенных пытается ловить, кто-то от науки пытается ловить. Но при этом инфодайинг пока никому не относится и не будет относиться, он над всем этим. Потому что как только ты начинаешь заземляться, привязываться, ты начинаешь ограничивать себя, у тебя перекрывается доступ к информации. То есть теряется вот эта открытость и искренность. Теряется свобода. Теряется свобода, да. А без нее в инфодайинге ничего не будет. То есть ты не можешь служить кому-то, ты можешь служить себе. Это основное правило, вот это правило Бога. Когда доступ к любой информации есть. И поэтому насчет науки, когда думаю, я понимаю, что инфодайинг может дать науке очень много. Просто невероятно. Но для этого должны быть рядом люди, которые от системы, которые смогут понять, услышать, описать и сделать. Потому что, например, даже мне попытаться положить на научный язык то, что мы делаем, у меня мозг выворачивается. Вот реально это не моя структура сознания. И точно так же тебе. Точно так же, когда я начинаю общаться с эзотериками, экстрасенсами, у меня и по их... У меня свое. Вот это свое, оно получается пока не встроенное никуда. А с другой стороны, понимая, что чтобы генетикой заниматься, я бы с удовольствием провела определенные эксперименты по генетике. Даже по этим заболеваниям. Более того, я бы дала защититься людям диссертацией на эту тему. Защищайтесь, ради бога, мне они нахрен не нужны. Но сами идеи, сами мысли, куда копать, в каком направлении. Даже показать можно, как это работает. И действительно, сотрудничество. Сотрудничество какое-то может быть. Я пока даже не представляю, какое. Но пока это у меня в голове не выстроилось, вряд ли оно будет проявлено в жизни. Хотя, кто его знает? Иногда бывает такое, что вдруг весь мир начинает двигаться навстречу тебе. И все идет наилучшим образом. А наше подсознание, оно однозначно делает все для развития инфодайинга. Ну да, инфодайинг еще неизвестно через... Просто то, о чем мы сейчас говорим, на самом деле это не по времени сейчас. Не готовы еще люди признать в себе вот это, то, о чем мы говорим. Да, в общество, вхождение инфодайинга в общество. Мне, например, вот, может грубо, но мне это напоминает. Приехали на остров, где живет племя, и привезли мобильный телефон. И посмотрели, ребята, ой, классно, звонит, разговаривает там все. И пошли, выстругали досточку из дерева. И потом, тун-тун-тун деревянным, не звонит, не разговаривает. А, вы обманщики, вы нас обманываете. А ты смотришь на мобильный телефон и понимаешь, как им рассказать про мобильный телефон, про связь, про микросхемы, про все остальное. Да никак. Ну, значит, обманщик. Значит, будем чудо вершить. Показывать там картинки, выздоровление, исцеление. Чудо. Хотя это чудо, это имеет нормальную подоснову в подсознании, более того, расписанную, уже структурированную и так далее. Просто неготовность общества вообще даже мыслить в эту сторону. А, по сути дела, неготовность общества взять ответственность за свою жизнь на себя. Ну, да. Ну, вот это ключевое. Потому что, когда ты осознаешь, что ты ответственен за свою жизнь, когда ты осознаешь, что весь мир в тебе, когда ты осознаешь, что есть только ты, пошла загрузка в тебя, пошла информация. Все. Ничего больше не надо. Ты целостен. Ты есть ты. И ты понимаешь и осознаешь свою уникальность. И так абсолютно каждый человек. Удивительно, как все просто и в то же самое время, как все усложнено. А ты бы хотела заняться научной работой? У меня нет этого подождая. Опереться на чью-то теорию? На чью-то тем более. Ну, во-первых, изначально это не мое. Как-то я в науку никогда не стремилась. А вот то, чем я сейчас занимаюсь, вот это, да, мне это интересно. Это абсолютно вот от души искренне нравится мне. А когда что-то чужое, то тогда... Субтитры сделал DimaTorzok